Всем тихой ночи. Про сайт Backrooms на викидоте все чаще говорят, что он скатился. Новые уровни не интересны, а существа и предметы вообще не нужны, однако сама идея задних комнат все еще жива, и даже находит все новые реализации. Например, вот появился сайт backrooms.ru, на котором пока немного контента, зато есть одна довольно интересная фишка – отчеты посетителей уровней. Как по мне, фишка очень крутая, ведь зачем плодить миллион новых уровней, если можно рассказывать интересные истории в уже существующих? Надеюсь, эта идея получит свое дальнейшее развитие, но на этом сайте пока мало всего, так что в этом видео мы посмотрим другой. Лиминальные архивы – это еще один большой сайт по Backrooms. Его особенность в том, что он пытается сохранять атмосферу той самой лиминальности, с которой все и начиналось. Посмотрим, как тут описан самый первый уровень Backrooms. Из вступления мы узнаем, что так называемые залы – это первое место, куда попадают заблудшие души, и оно богато на истории потерявшихся в нем людей, в основном тех, кто в итоге встретил свою смерть, но и тех, кто нашел способ выжить и отправился путешествовать по цепям лиминальных миров. Цепи лиминальных миров уже, как по мне, звучит интереснее, чем уровни. Отличительный признак залов – это бесконечное покрытие состоящее из отвратительного влажного ковра. Стены со старыми желтыми обоями и мигающие лампы, издающие громкое неприятное стрекотание. Залы бесконечно во всех направлениях, и единственный способ покинуть их – это найти области искаженной геометрии, пространственные аномалии, ведущие в иные лиминальные миры, соединенные между собой в бесконечные цепи. Однако найти такое искажение удается далеко не всем. Большинство так и остается блуждать прямо тут. Так эти люди и ходят, жираемые чувством космического одиночества. В заметках одного из выживших написано, что жизнь в залах – это когда ты просыпаешься и идешь весь день через совершенно одинаковые комнаты. Так проходит месяц, а то и годы. В абсолютном одиночестве и однобразии. Выдерживают такое далеко не все, а это только начало жизни в залах и первое их испытание. Все это время под ногами будет звук мерзко-хлюпающего ковра. И это, по сути, бесконечный океан отвратительной жижи, скрытый под старым ворсом. Человек не может проводить много времени без питья, и если ему не удастся найти приличный источник воды, рано или поздно он обратится к этой субстанции, желая утолить жажду. Жидкость из ковра на вид имеет слегка красноватый оттенок, отчего некоторые даже сравнивают ее с вином. Однако на вкус она на вино совсем не похожа. Субстанция имеет металлический привкус, а еще она ядовита и может вызывать тяжелую интоксикацию, так что пить ее не рекомендуется. Сам по себе пол иногда меняет свою высоту, например, могут встречаться сухие комнаты, находящиеся выше уровня жидкости, а иногда полузатопленные, ниже уровня океана. В-первых, можно остановиться для привала и даже пополнить запасы пищи. Грибы, растущие из ковра в таких местах, вполне можно есть, они же могут дать немного влаги, а вот затопленных комнат лучше избегать, ведь есть немало сообщений о том, как люди тонули в них. Переплыть в водные области бывает непросто. Еще один интересный вопрос, это возможность встретить другого человека. С одной стороны, общий шанс встреч очень мал, с другой стороны, в Бекрумсе существуют достаточно большие поселения людей. Так происходит, потому что попадая в эту реальность, люди распределяются в ней неравномерно, а полностью случайно, а в случайном распределении всегда бывают скопления. А это значит, что пока большинство людей, попавших в эту реальность, обречены блуждать в полном одиночестве до конца своих дней. Те, кому повезло оказаться в скоплении, довольно быстро встречают других и даже целые поселения. Вот так вот обычная вероятность объясняет наличие поселений в одиноких Бекрумсах. То же самое касается и сущностей. Большинство путников не встретят на своем пути ни одного существа, однако некоторые окажутся в наполненном монстрами аду. Самое крупное объединение людей, это, собственно, именно те, кто занимается введением базы данных явлений Бекрумса, той, которую мы читаем. Это объединение наций и поселений. Как следует из названия, основная миссия этих людей, это наладить связи между редкими поселениями, во всяком случае, между теми, расстояние до которых позволяет добраться до них, ну хотя бы за несколько лет пути. С самим существованием такой организации согласны не все. Известно, что некий Волков объявил себя чудотворцем и обещал, что те, кто вступит в его секту, смогут безопасно пройти так называемый сад лиминальных пространств. Его секта является главным противником объединения наций и поселений как в залах, так и в других местах лиминальных цепей. Вообще, кроме этих двух организаций, есть еще несколько мелких объединений, однако тут гораздо больше вымерших организаций и культов, чем существующих. Встретить поселения людей практически нереально, а вот следы очередной отчаянной попытки выжить попадаются довольно часто. Также здесь много и легенд о великих путниках прошлого и целых группах, которые некогда были могущественны и непобедимы, а сейчас они лишь истории из баз данных. Так или иначе, истлевший от времени скелет, поросший вездесущими грибами, это достаточно частая находка в этом мире, что может говорить о том, что лиминальные миры существуют уже очень давно. Хотя, как тут вообще течет время, остается загадкой. Есть распространенная идея, что для каждого человека и явления в отдельности течение времени разное. Странным образом протекают тут и биологические процессы, например, неизвестное ни одного случая смерти человека от старости. Существуют легендарные странники, которые по их заверениям провели в лиминальных мирах не одну тысячу лет, и чаще всего они слабо напоминают людей. Так как по ходу своей бессмертной жизни теряют свою человечность, что может говорить о том, что все местные монстры когда-то тоже были людьми. Итак, мир залов это главный и в общем-то единственный полноценный лиминальный мир. Однако в некоторых местах к нему как бы прикрепляются цепи миров поменьше. В некоторых случаях это так называемые градиенты. Когда двигаясь по коридорам с желтыми обоями, вдруг обнаруживаешь, что обстановка понемногу меняется. И чем дальше идешь в сторону градиента, тем она меняется сильнее, до тех пор пока странник не обнаруживает себя в совершенно ином мире. Некоторые цепи миров крепятся к залам более привычным образом, то есть дверями. Ну или окнами, воротами, порталами, люками и другими привычными переходами. Тут сказать особенно нечего. Заходишь в дверь и попадаешь в другой мир. Третий и самый редкий вид перехода это трещины. Иногда в самой ткани реальности залов возникают настоящие дыры, упав в которые можно прийти себя в совершенно ином месте. В отличие от градиентов и порталов, трещины крайне нестабильны. Они могут появляться и пропадать, а вот куда они ведут предугадать практически невозможно. Считается, что трещина образуется в местах, где свободно дрейфующие миры сталкиваются с залами. А значит в будущем в растрескавшихся местах могут появиться градиенты или более привычные порталы. Но снова не стоит забывать, что переходы в другие миры на бесконечные плоскости залов встречаются настолько редко, что абсолютное большинство людей никогда не встретит их даже с Китая с десятки лет. Все, что узнает большинство жителей залов о других мирах, это истории легендарных путешественников, записанные в базе данных. И кто знает, правдивы ли они вообще или нет? Может и нет никаких других миров? И главное, кто и почему попадает в этот мир? Некоторые считают, что никто не попадает в залы по своей воле и никак нельзя предугадать, кто туда попадет, а кто нет. Есть версия, что в залы попадают за какие-то космические нарушения, а это стала быть такая вот вечная тюрьма. Есть еще такая идея, что в залах оказываются люди, у которых не остается социальных связей и пропажи которых никто не может заметить. Местные ученые назвали процессы перехода человека в Бекрумс сплайсингом. В этот момент человек навсегда исчезает из реальности и появляется в случайной точке бесконечной плоскости коридора с мокрыми коврами и желтыми стенами, а возвращение полностью невозможно. И в отличие от того, что написано на оригинальном сайте Бекрумса, появление в лиминальном мире возможно только в залах. После события сплайсинга, человек какое-то время находится в состоянии сплайсинговой болезни, симптомы которой в потере ясности мышления, тошноте и невозможности сохранять равновесие. Когда путник приходит в себя, все, что ему остается, это начать свое путешествие или умереть. Таковы лиминальные архивы, более темная и холодная версия Бекрумса. Из залов нет и не может быть выхода, залы нигде не заканчиваются и путешествие в них для абсолютного большинства странников сулит только космическое одиночество и вечное скитание. Что-то в этом есть такое, чего не хватало оригинальному Бекрумсу. Всем пока!